Привет, дорогие! У меня сегодня просто очень радостное для меня видео, потому что я получила здесь волшебную коробочку. И это, наверное, будет такое первое видео из серии распаковок каких-то люкс вещей. Вы не представляете, сколько я вообще в последнее время пересмотрела разных девочек на ютюбе, которые интересуются сумками, аксессуарами, дизайнерскими, дорогих брендов. И я хотела себе сделать такой особенный подарок. Это, скажем так, еще один, наверное, как или запоздалый подарок к себе же на день рождения, или очень ранний подарок к себе на Рождество, я даже не знаю. Но, в общем, я решила себя побаловать и заказать винтажную сумку из аукциона eBay. Я участвовала в аукционах и урвала просто по суперцене сумку, но я надеюсь, что она будет в таком же состоянии, как было указано на фото. Я хочу заранее сказать, что это винтаж, этой вещи уже почти 20 лет. И, естественно, ее придется немножко возобновить, привести в порядок, но я на это готова, потому что я тоже смотрела другие видео, где показывали, к примеру, как возобновить там кожу и все такое. Ну, в общем, вот эта вот посылочка мне прилетела из Токио, из Японии, мне кажется, где-то за неделю. Служба ЕМС. У меня здесь ножнички. И сейчас буду открывать это все. Я просто для себя вообще решила, что я хочу немножко больше вкладывать в свои аксессуары, в своих, к примеру, там, сумки. И хочу какую-то хорошую сумку, которая со мной будет очень-очень долго. Боже, не могу открыть. Вот так вот это сейчас все выглядит у меня внутри. Бумажечка. Здесь какая-то открытка. С благодарностью от компании, с которой я заказывала. И здесь вроде какой-то типа как маленький подарок. Можно собрать японский оригами. Такая вот здесь красивая бумага. И я так поняла, это из нее можно собрать, как это, птичка у них или что это. Мы сейчас же говорим не об этом. Боже, боже, боже. Вот так вот это все здесь завернуто только бумагой, походу. Вот такое вот оно здесь очень-очень маленькое все кажется вообще внутри. Посмотрите. Ну, их так забавно складывают. Сейчас достанем. Пахнет именно винтажем. И сейчас, когда я раскрою, наверное, будет видно, конечно, получше, что это за модель. В общем. Боже, она такая маленькая. Я как-то даже не думала, что она настолько маленькая будет. Это, да, ее нужно, конечно, расправить. У меня сейчас немножко удивление. Я, конечно, смотрела разные модели, но хотела себе спиди в 25-м размере. Просто потому, что мне кажется, что это такая вот маленькая сумка, которая подойдет как бы под мой размер. Так как у меня все-таки рост метр шестьдесят, ее нужно, конечно, расправить или чем-то таким вот забить. Вот такая вот теперь у меня маленькая прелесть, такая красота. Это сумка девяносто девятого года. Сейчас мы проверим. Здесь какой-то есть мешочек, наверное, с запахом или который как бы будет впитывать в себя запахи. И, да, оригинальные сумки можно проверять вот здесь вот под карманом. Должен быть бейджик. И я когда смотрела, да, это кот девяносто девятого года. То есть этой сумке почти двадцать лет. Что я хочу сказать. Я, конечно, смотрела фото и, конечно, нужно приводить в порядок. Кто не знает, Louis Vuitton сумки вот эти вот, это их как самая такая классическая сумка. Эта ткань, это не кожа. Это очень специально обработанная ткань, которая делается, какая-то такая технология, которая проводится. Просто очень много таких вот как, как можно сказать, не прессуется, но вдавливается. В общем, ткань, она водонепроницаемая. А вот это вот все кожа. И вот эту кожу можно очистить, чтобы она немножко осветлилась. Здесь кожа тоже, она своеобразная. Эта кожа называется Вачета. И она покрывается такой патиной. То есть сколько бы лет ни было в вашей сумке, вот вы можете ее купить светлой. А она становится такой вот темной, такой вот рыжеватой. Но ее можно немножко очистить. Но в любом случае это такой природный процесс. Также, что я вижу, единственное, что меня вот немного расстроило. Это я сразу просто, когда достала сумку, я сразу увидела, расстроилась. Я не видела на фото, чтобы было видно, что здесь фурнитура такая поцарапанная. То есть, в принципе, замок нормальный. Открывается, закрывается хорошо. Но можно тоже его проработать. Но вот мне не нравятся царапины на ручках. Я вам покажу поближе. Я, конечно, тоже смотрела видео, как очищали это. Но мне кажется, это само напыление как-то снялось. Но, в принципе, я думаю, что если я отнесу в какой-то ремонт сумок. Или там, где, возможно, как-то изготавливают ключи. Или работают с фурнитурой. Мне кажется, что в ремонт сумок. Возможно, они смогут предложить как покраску. Я пересмотрела, на самом деле, очень-очень-очень много разных видео. И пересмотрела просто и тех продавцов на ebay, которые продают настоящие винтажные дизайнерские вещи. У многих, у которых просто есть странички, которые занимаются чисто продажей Louis Vuitton. И я вот думала между 30-м размером и 25-м. И, если честно, я не ожидала, что 25-й будет настолько маленький. Хотя вот очень многие говорят, что вот кажется, что маленькая сумка. Но, на самом деле, она очень вместительная. Потому что здесь как бы внутри особо нет никаких карманов. То есть все-все-все, что есть внутри, это просто пространство для заполнения. И кожа настолько мягкая, кстати, вот здесь вот сбоку. Тоже я смотрела разные видео, как эту кожу можно как бы напитывать специальными средствами, чтобы она там лучше форму держала. Ну вот здесь все замечательно видно. Louis Vuitton Paris сделана во Франции. Углы, в принципе, не отбитые. То есть здесь все аккуратненько. Теперь, наверное, о том, возможно, очень многих будет интересовать цена. Цена сейчас на новую сумку такого размера стоит, ну, понятно, новая, к нам, с 2016 года в бутике. Они стоят 950 долларов. Это их как бы стандартная цена. Почему я захотела именно винтажную сумку? Возможно, немногие будут понимать, зачем покупать старую винтажную сумку. Но я хотела именно сумку Louis Vuitton из 90-х, потому что из того, что я смотрела, вообще кучу-кучу отзывов, что в 90-х качество Louis Vuitton было лучше всего. И вот эта вот ткань, она была плотнее всего. И просто все, что было сделано, было лучше всего по качеству. Другой вопрос. Так как я участвовала в аукционе, именно в аукционах можно за очень классные цены урвать вот всякие такие вот вещи. И вы просто не поверите, но эта сумка мне обошлась где-то в 160 долларов. Вот. То есть по сравнению 950 и 160 разница огромная. Конечно, ее нужно любить. Конечно, это все нужно любить и понимать. И, конечно, ее немножко нужно привести в порядок. И чем я, в общем, и буду, наверное, заниматься. Да. Ну, вот такая вот теперь у меня малышка. Если что, дальше буду вам показать видео, как я ее там привожу в порядок, как я ее немножко обновляю. И что же все-таки с этими вот фурнитурными частями я решила. Напишите мне внизу в комментариях, возможно, кто тоже увлекается дизайнерскими вещами. Или особенно, кто увлекается винтажем. Возможно, у вас тоже есть какие-то разные винтажные вещи дизайнерских брендов. И да, возможно, вы расскажете, как вы за ними ухаживаете, как вы их любите. И вообще, просто все свои вопросы, как всегда, пишите внизу. Ну, возможно, это видео получилось немножко странное. У меня такие вот сейчас смешанные чувства. Я и очень рада. Но я, во-первых, удивлена, насколько маленький размер оказался. Это, во-первых. И, во-вторых, я немножко расстроена, конечно, из-за фурнитуры. Но, возможно, это можно будет решить. Надо тоже почитать, потому что, возможно, это просто как какое-то напыление сверху. Я тоже смотрела разные видео, как чистили фурнитуру. Поэтому, да, буду это все пробовать. И, надеюсь, получится. Ну, да. Вот такое вот видео получилось, ребятки. Все. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать мои новые видео. Подписывайтесь на меня в Инстаграм, если хотите что-то больше узнать из моей жизни. Ну, и увидимся совсем скоро. Всем до встречи. Не скучайте. Хорошей недели. Хороших выходных. И пока-пока.